Люди, которые намерены баллотироваться на предстоящих в сентябре этого года выборах Госдумы России, должны четко понимать задачи, стоящие перед ними. Сформировать свою программу можно только в непосредственном общении с потенциальными избирателями. Такую точку зрения озвучил вице-спикер Крымского парламента Андрей Казенко на встрече с трудовым коллективом Санатория Семеиз. Андрей Казенко зарегистрировался в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования от «Единой России», которое пройдет уже 22 мая. Если на этом этапе получит поддержку крымчан, намерен баллотироваться на выборы в Госдуму по мажоритарному округу. Округ большой. Это и Белогорский район, и Бахчисарайский. Это Алушта, это Судак, Феодосия, часть Симферополя. Но вот на особом месте стоит здесь, конечно же, Ялтинский регион. Сегодня мне очень важно понимать, чем живет Ялта, какие проблемы у этого региона. Тем самым можно будет сформировать конкретную повестку и взять ее на вооружение в Государственную Думу. С одной из таких проблем вице-спикер ознакомился прямо на месте. В серьезной реконструкции нуждается набережная Семеиза. Местная власть своими силами успела выдворить с нее подавляющее большинство торговцев, захвативших прибрежное пространство. Останавливаться на достигнутом не собираются. Идти в угоду тому, что кто хочет тут размещать какие-то объекты торговли, лишь бы только зарабатывать, такого не будет. Только самое необходимое, то, что и то, то есть по согласованию с местой общины все будет размещаться, опять же, на конкурсной основе. Полным ходом идет капитальное обновление дороги, ведущей к набережной. Таких ремонтов Семеиз не видел десятилетиями. Для поселка это очень знаково. И я благодарен всем, и главе администрации, и Андрею Дмитриевичу, о том, что, скажу честно, мы в этом году попали в бюджет Ялты не только этой улицей, но для Семеиза эта улица самая знаковая. Это правда. Системная работа по ремонту и реконструкции дорожного покрытия в Ялтинском регионе началась еще в прошлом году и постоянно набирает обороты. Достаточно серьезные деньги были выделены. Это порядка 20 миллионов из местного бюджета, порядка 5 миллионов из республиканского бюджета. А в этом году, и вот на этом стоит акцентировать особое внимание, из республиканского бюджета будет выделено порядка 70 миллионов рублей на ремонт дорожного полотна. И это еще не предел. Учитывая, что в Большой Ялте внимание проезжей части не уделялось десятилетиями, даже не стоит сравнивать нынешний уровень работ с предыдущими годами, считает глава городадминистрации. Я оцениваю всегда не с тем, сколько было сделано, а с тем, сколько еще осталось, если честно. Я вот не беру это. Конечно, работы здесь хоть отбавляй. С моей точки зрения, мощности нам надо только наращивать, наращивать, наращивать. Кроме улиц Заречной и Архивной, в Ялте реконструируется Ленинградская, Чехово, Крупской, Сеченово. Полным ходом идет ремонт дорожного покрытия в Грузуфе. В той или иной мере обновление коснется всех поселков, входящих в структуру Большой Ялты. Алексей Щербак, Александр Чукалов. Время новостей. Большая Ялта.